Дачное каратэ, лето проходит, становится прохладно, ну и мы, наверное, проведем не очень длинную тренировку, в основном связанную с теми кадрами, которые обошли весь интернет с убийством Андрея Драчева. И это убийство, конечно, дает уроки многим из тех, кто занимается спортом, боевыми искусствами, потому что здесь есть и морально-психологический аспект, и технический аспект. Наращивание мышечной массы далеко не всегда создает те боевые качества, которые могут привести к успеху в какой-либо схватке. Морально-психологический аспект связан с тем, что надо различать ситуацию гражданскую и ситуацию боевую. Андрей Драчев, к сожалению, не распознал ситуацию боевую. Он отнесся к своему противнику как к нормальному человеку, рассудочному и разумному. Может быть, недостаточно рассудочному и разумному, но в основном. И, как свидетельствуют те, кто видел эту ситуацию до момента, который попал на видеоролики, прославленный чемпион пауэрлифтер, пытался договориться несколько раз с вот этим, я бы сказал, с вот этой обезьяной, которую обучили некоторым приемам боевых искусств. Я не могу назвать этого, этот персонаж человеком, потому что это убийца, и его так и надо называть. Это убийца не по неосторожности. Это человек, который стремился к убийству. Он не мог сдержать своих эмоций, не мог сдержать своего стремления к разрушению. Поэтому мы и будем называть его обезьяной. Вот это обезьяне показали, как наносить удары, как достигать победы, расстраивая в себе ненависть, стремление убить. Но когда этой обезьяне на руки надевают перчатки, когда рядом находится тренер, рядом находятся рефери в ринге, то тогда это стремление к убийству реализовать достаточно сложно. А вот здесь, в ситуации, когда практически никто не останавливал это ничтожество, вот оно и реализовало свой план уничтожить человека, реализовать свое стремление к убийству. Боевые искусства не стремятся к убийству. В гражданской ситуации мы стремимся к тому, чтобы остановить человека и уж точно не добивать его до такой степени, чтобы он погиб. Такого желания у мастера боевых искусств или у того, кто занимается недавно, просто быть не может. А у обезьяны может. Она изначально начинает заниматься боевыми искусствами именно с целью совершенствовать навыки убийства. Конечно, когда мы защищаемся от подобных обезьян, мы тоже должны быть способны к убийству. Но это способность, а не стремление к убийству, не желание убийства. И наносить удары человеку, который явно уже не оказывает никакого сопротивления, это низость, это недостойно тех, кто занимается боевыми искусствами. В боевой ситуации, когда вокруг враги, когда, возможно, следующий поединок, даже в этом случае подобный удар может расцениваться только как поведение животного, а не человека. С точки зрения техники, вот эта обезьяна нанесла, может быть, решающий удар, либо по случайности, либо по недоразумению. Потому что удар ногой в голову требует короткого расстояния. И любой маломальски подготовленный противник сделал бы шажок вперед или шажок назад, и этот удар пролетел бы мимо. Но Андрей Драчев находился в состоянии, с одной стороны, самоуверенности, что считал свою голову более крепкой, может быть, чем у легковеса. Но это не так. У нас у всех голова одинаковая. Это тело может быть разной мощности. А так черепная кость примерно у всех одинаковая, и удар оказывает воздействие одинаковое. Ну, разве что накачать плечевые мышцы так, чтобы голова сильно не болталась. Но это все, что возможно сделать. И вот думаю, что здесь был элемент самоуверенности. А с другой стороны, отсутствие боевого навыка. Шажок вперед, просто выставленная рука, и обезьяна размазалась бы об эту руку. И, может быть, сама уже бы никогда не встала на больничной койке, так бы осталась на длительное время. Или шажок назад, или просто подставленный локоть. Но ничего этого не было сделано. Руки были поставлены около лица, и никакой реакции на движение просто не было. Это связано со вторым аспектом. Андрей Драчев, к сожалению, был в состоянии алкогольного опьянения. Он сам это осознавал, и поэтому не хотел никакой драки. Хотя обезьяна на него лезла изо всех сил, он пытался ее уговорить вместе со своими друзьями, товарищами. Потом, когда это стало невозможно, он сказал, так, не вмешивайтесь, я попробую его остановить. Но вот получилось так, как получилось. Удар каблуком в область виска, можно сказать, выключил его. Второй удар непонятно куда пришелся, но, видимо, тоже в голову, от которого чемпион пауэрлифтинга потерял сознание. И ему были нанесены смертельные удары. Я бы сказал, что все четыре удара, которые нанесла обезьяна, лежащему без чувств человеку, были смертельными. Он лежал головой на асфальте, и удар наносился всем весом тела сверху вниз. То есть это максимально мощный удар, который можно было нанести. Я думаю, что этими ударами были переломаны все кости, лицевые кости черепа. И от этого и наступила смерть. Обезьяну, конечно, должны найти. Ему обещают 20 лет, по крайней мере, прокуратура просит. Но я считаю, что таких животных надо вешать за шею на площади, чтобы они висели там несколько дней в назидание всем остальным. В назидание родственникам, которые воспитали такого ублюдка. В назидание тренеру, который воспитывал такого урода, вместо того, чтобы выгнать его в за шею пинком из своей секции. И так любой тренер должен был поступить. Я за это. К сожалению, законодательство сейчас этого не предполагает. Технический аспект я, конечно, не смогу нанести. Никогда не собирался бы наносить удары в голову ногой. В том случае, если я имею дело не с подготовленным противником. Вот такой удар действительно может плохо кончиться для него. А в спарринге, в спортивном состязании этот удар практически бесполезен. Потому что действительно надо подойти с очень близкого расстояния. И только крайне недальновидный и неподготовленный противник не увидит этого удара. Я попробую его продемонстрировать. Ну вот, мы наносим два удара. А потом с разворота идем на удар каблуком. Удар пришелся примерно, если стоять прямо в солнечное сплетение. Но если человек подсел, то ему могло бы попасть куда-то в область. Может быть, если пониже, он в область подбородка. То есть, стоял пониже. Можно еще выше ударить. Вот, смотрим. Этот удар приходится примерно, если чуть подсел противник, придется в подбородок. Выше, наверное, я ударить не смогу. Но обычно с этой стороны противник стоит вот так. И удар, который мы наносим правой ногой, парируется. Если он не стоит, вот просто расслаблено. И если он хоть как-то реагирует, выдвинется вперед, поднимет локоть. А с другой стороны защититься труднее. Поэтому есть защита ладонью от любого удара в верхнюю часть тела, в голову. Со смещением в сторону, если отсюда летит. Но тоже можно выставить локоть. Тоже можно выставить локоть и заранее принять этот удар. Но надо его увидеть. Надо его увидеть. В том бою, о котором мы говорим. В этой закончившейся смертью схватке. Но не увидел Андрей Драчев и не сделал ничего. То есть он стоял как, можно сказать, неподвижная мишень. Под неподвижные мишени, по мешку легко нанести. Но любой удар ногой, он виден. Он виден. И он перестает быть виден только в том случае, если наносятся какие-то удары предварительные. Предварительные, которые заставляют противника поднять руки. Но если уж он поднимает руки, то лучше уж бить в корпус. Зачем бить в голову, которая защищена? Туда же, в то место. А если бить в корпус, ну, редкий противник будет опускать руки до такой степени, чтобы не заметить потом удар ногой в голову. То есть зашел, зашел вниз, зашел вниз, ударил. Но здесь все равно снизу надо распрямиться. Ну, да, куда-то придется... Ну, в целом, бить в голову, конечно, нелепо. Если ногой, то удары ногами в корпус. Лучше по печени врубить, по ребрам. По ребрам. Вот. Или удар навстречу. Удар навстречу. Вот такие удары имеют смысл. Имеют смысл. В голову это экзотика. Экзотика. Ну, такая экзотика, может быть, она для показательных выступлений. Красиво. Посмотрите битвы в миксфайте. Ну, практически в голову в редчайшем случае проходит удар. Правда, надо сказать, там соперники высокого класса. И они подготовлены к бою. Естественно, они готовятся и психологически, готовятся физически. Внимание их заострено. Они знают способности своего противника. Готовность нанести сильный удар в голову не только рукой, но и ногой. Ну, надо понимать, что чем выше удар, тем ближе надо подойти. Вот если отсюда я растягиваюсь, то я до головы и не достану. Ну, чем лучше растяжка, конечно, тем проще. Но нет, удар в голову редкость. Редкость. Экзотика таких мастеров высшего класса. На улице этот прием может быть применен только против неподготовленного противника, который не желает драться, как Андрей Драчев. Он просто делал небольшие шажки назад, загораживая нижнюю часть головы. Ну, может быть, по привычке. Я думаю, что в нормальном состоянии, если бы это был не ночной клуб, а в ночной клуб спортсмену вообще ходить не нужно, да и вообще нормальному, вменяемому человеку, нечего делать в ночном клубе. Нечего. Я бы, честно говоря, всех их закрыл, а хозяев бы распределил за решетку. Вот нечего там делать, потому что там, кроме вот подобных приключений, ничего интересного быть не может. Туда ходят только обезьяны. Вот если бы там была вывеска только для обезьян, вот это нормально было бы, чтобы нормальный человек туда никогда не ходил. Есть множество всяких других развлечений. В дневное время, в вечернее, но не ночное. Ночной клуб – это заведомо место, где совершаются преступления, где люди калечат свою психику, свою мораль. Не надо туда ходить. Вот мы видим образец, чем заканчивается посещение ночного клуба, даже для такого мощного, физически сильного человека, каким был Андрей Драчев. Не ходите никогда в ночные клубы. Берегите свою жизнь, она нужна не только вам, она цена для ваших родных и близких. Ну так вот, немножко тогда мы сейчас снимем ролики, которые мы попытаемся совместить атаку и уход от атаки или какой-то результат. Но попробуем поиграть в то, что может быть, как-то кого-то научат атаки, обороне. Отличная оборона нижней части, поднятая колена, нижней части тела, поднятая колена. Любой удар в область живота, поднятые колены, локти здесь же. Вот полностью закрытый. Еще все видишь и можешь атаковать. И само поднятие колена может быть и встречным ударом, например. Вот мы можем... Вот обезьяна идет, и вот у него идет мах. Мах ноги с этой стороны. Мы идем вперед и срубаем его без всяких вопросов. Его удар приходится куда-то в молоко. Вот одна из способностей, которую стоит себе развивать, это способность идти навстречу противнику. Навстречу. Не от него, но отошел и тут же пошел вперед. Это нормально. Летит удар, отошел, удар прошел, ты пошел вперед. Но можно и наоборот. Летит удар, ты пошел вперед. Вот с этой стороны отчасти закрыл себя предплечьем. Отчасти. Конечно, если отсюда придет, это мало не покажется. Удар через руку называется, да? Но тем не менее, с этой стороны закрываешь. Удар идешь... Потенциальный удар противника идешь вперед. Или же увидел удар, который идет справа от тебя. И вышел вперед. И провел свою серию. А если тяжелое состояние, например, уже Гроги закрылся, да? Вот, закрылся. Хорошо закрылся. Здесь и руки поднятые тоже в обводку может прийти. Когда стопа развернута, то она может обвести блок. Но, по крайней мере, это какая-то гарантия. Максимальная защита. И потом с опусканием ноги движение вперед. Конечно, вот нога высунула вперед, уже вес тела впереди. Мощный толчок, можно выбрасывать. И отсюда, даже если вы ничего не видите. Другой вариант, если вас атакует мощно, а вы в плохом состоянии. Пропустили удар. Пропустили удар, ушли на заднюю ногу. Контратака. Пропустили удар, ушли. Контратака. Пропустили удар, еще ушли. Контратака. Еще раз. Удар вам нанесли, ушли. Встречной ногой. Пропустили удар, ушли. Раз. Встречной ногой. Ну и так же ушли. Отошли. Контратаковали. Вот эти вещи нарабатываются, конечно, в спортзале. Ну и на даче можно отрабатывать движение вперед-назад. Это даже не челнок, это отступление-наступление. Челнок это скорее раздергивание противника. Я пойду вперед или не пойду? Пойду, не пойду. Спровоцирую его на атаку сам. Проведу контратаку. Вот это челночное движение. Плюс движение еще вбок. Оно опасно тем, что не меняет расстояние, и противник заряженный на удар на этом расстоянии сохраняет возможность его нанести. Но смещение вбок как раз мешает проведению круговых ударов. Идет удар справа, я иду на него. Отбиваю и пробиваю. Вот так. Раз. И все. Идет то же самое удар с левой стороны. И дальше. Упреждающий удар тоже. Противник начинает идти. Вот как раз, например, с ударом малбаши. Там хорошо закладывается, чувствует. А вы стоите на расстоянии, доступном для удара. Ну, например, он делает шаг. Вот он уже на расстоянии, на котором может нанести удар. Готовится. Вы, вместо того, чтобы бежать от него, делаете шаг навстречу. И проводите этот удар, который может при удаче попасть в пах, в корпус. И если противник будет находиться в состоянии полета, например, на одной ноге, то он улетит так, что мало ему не покажется. Если вы попадете ниже центра тяжести, например, будете бить не в область корпуса, а в область ноги и паха, то, скорее всего, противник просто носом пропашет землю. Из-под него вы выбьете ногу. Или удар в пах еще. И его, это малбаши, улетит непонятно куда. Для него, понятно, для вас. Вот, поэтому, вот, один из встречных ударов. Повыше, а можно и пониже. Если в ногу попали, то нога, можно сказать, выключена. В нашей школе Михаила Степина, ее руководитель, Михаил Николаевич Степин, проводил недавно занятия по использованию локтей и разных движений, связанных с обороной локтем. Удар, оборона. Ну, в общем-то, любой удар можно встретить локтями. Если вы видите, что противник нацелился, ну, обычно нацеливаются во всех этих драках, нацеливаются на голову. Все эти вот отражающие удары, они могут продолжаться ударами, уже атакующими. отражающие удары. Если полетела снизу, полетела сбоку, так сбоку. Все эти движения можно продумать и придумать. Подъем вверх, рука летит, подбили вверх, подбили вбок, подбили вниз, нижней частью предплечья, подбили вниз, потом идет удар ослепляющий или отбивающий конечность. Удар, например, нога летит. Отбили, отбиваем руку и проводим свой удар. Вот здесь надо иметь в виду, что левая рука очень часто становится ударной. Вот во всех этих случаях правой рукой, например, загородились, левой ударили. Правая сильнее, конечно, но она дальше находится, вы обычно на правой ноге стоите. Поменяйте стойку. Можно и так, да. И вот еще удар, который хорош. Что-то парировали, ушли вниз и в пах. Парировали, ушли вниз и в пах. Здесь загораживаемся, всякие варианты, понимаем, что они будут. Плюс для уличной драки. Уличные драки. Обычно кто там вот так вот стоят и пытаются подойти, ударить. Шатакан-каратэ-до, которым я занимаюсь у Михаила Николаевича Степина. Это удары на длинное расстояние. Удары быстрые. Обычно вот драка, это высокая стойка, чаще всего. И попытка навалом в голову пройти. То есть в основном голова. Убираем голову в нижний регистр. Вот в эту так привычно, а так для противника непривычно. Тем более, что вы можете все равно нанести удар ему в голову или попал в возрастающую траекторию с подъемом атаковать. Отсюда ему проще ударить ногой, но ногой мастеров бить мало. Ну пусть бьет. Сбил, пробил. Встал так. И опять же нанес этот удар. Нанес просто проникающий удар встречный. Вот. Или уж самый такой противник такой искушенный бьет тебе под ногу сюда. Ну, лоу-кик, да? Ушел сюда. И врубил так, что мало не покажется. С разворота удары все очень мощные. Не точные, но мощные. И когда они делаются просто, вот противник стоит, а ты разворачиваешься, а они слишком хорошо видны. Поворот спины сигнализирует, что сейчас будет удар с разворота. А вот если противник идет на тебя, и ты контратакуешь, вот это удар куда мощнее. Ну, сейчас попробуем поиграться, поиграть. И удар. Ударил. Не стоит пренебрегать ударами по рукам противника и подставок, о которые противник чем сильнее бьет, тем сильнее калечится. подставленная рука. Раз. Одновременно можно. Идет удар противника. Мы подставляем. Сейчас немножко подскользнулся, поэтому пошел вперед. Немножко неадекватно. Раз. Два. Вот просто встречное движение. Ручки подняли. Вот это и надо отрабатывать. Раз. Встречное движение. Раз. Два. А дальше варианты. Ну, сейчас попал где-то в район головы. Хотя и скользь. Но в движении. А когда по мешку отрабатывают там тысячи раз, ну, стоит на месте противник, то же самое, что работа по мешку. В бою нельзя стоять на месте. Хотя бы чуть-чуть. Хоть какие-то движения делать. Состояние Гроги тяжело. Тогда голова закрывается. И все равно мы идем наваливаемся на противника. Какие-то движения делаем. Стремимся в ближний бой. Захват, бросок, добивание. По ноге удар. А потом в другое место. Ну, так не сделаешь здесь, потому что обычно нога выставлена. Вот я ее подломил и ударил в корпус. Точно попал. Противник уже раздумает наступать. Ну, не попал, так в другой раз попадешь. Вот движение. Оборонительное и наступательное одновременно. Вот с длинной дистанции. Ну, вот с такой дистанции еще не дерутся. Надо подступить. Ну, и вот эти уличные умельцы подступают, подступают. Бесконечно подступают. В случае, вот вы отступаете, конечно, если вы хорошо подготовлены, руки хоть внизу держите. Главное, чтобы вовремя они были на месте. Если такой вот индюк или обезьяна делает вам ура-маваши, страшный удар для мешка, страшный для человека, который видит этот удар, не страшный. И еще в пах ему хорошо так, под ногу. А вы подставили и в пах. Или еще в маваши в пах. Чтобы уже не встал никогда. Ну, по крайней мере, встал бы уже без способности размножаться. Это правильный подход. Стоять под ударами нельзя. Рассчитывать на то, что у тебя вес больше нельзя. Голова у всех, еще раз повторю, одна и та же. Мало чем отличаются тяжеловесы от легковесов. Ну, тяжеловеса удар помощнее. Вот его преимущество. Поэтому, в принципе, тяжеловес хорошо обороняется, может ждать момента. просто выкинуть руку. И тот, кто полегче, просто кувырком покатится. Да и тот, кто покрепче, тоже может покатиться. Потому что, опять же, все та же, все та же голова. Надо уметь обороняться. Обороняться, обороняться. Не надо устраивать так называемый махач. Размахивать руками, как мельницами и так далее. Спокойно относиться к наступающему противнику. Вот. Когда их больше, есть спринтерские данные, вот, есть возможность использовать предметы, любая палочка, она удлиняет. Вот возьму какую-нибудь. Ну, не знаю, вот наугад нашел, нашел доску такую, поганую, тут давно лежит. Ну, даже удар вот уголком. Ну, противник наступает. Раз. И все. Да, тут удар, уголок такой, которого нет в руке, и не жалко, можно бить. Защита отличная. Нога летит по ноге. Рука по руке. И вот. Мах! Ну, это будет лепешка. Да? Ну, вот эта оборона хорошо пройдет. Ну, уверяю вас. Ну, не самое удобное. Ну, вот подобрал то, что было. Вот. Даже просто вот вот я воткну. Ну, уверяю, пройдет корпус насквозь. То есть, хотят вас убить. Если на вас нападают два человека, то у вас не должно быть никаких вопросов. Конечно, если кто-то выключился, бить его, находящегося в отключенном положении, изо всех сил вот этим ударом убийцы, я бы назвал это вот обезьяний удар. Удар обезьяны. Не стоит. Не стоит. Лучше переключиться на второго. И добивать только в том случае, если уже действительно опасность гибели большая. Но добивать не. А вот подбородок каблучком. И тогда вопрос будет решен. быстрее наклоняться не надо. И кто-то еще подойдет, получит тоже. Все, что подвернется под руку, камешек. Камешек куда как сильнее можно нанести удар. Сильно. А можно с расстояния, которое бросать в голову, скорее всего, уклониться, чуть ниже. Чуть ниже. И с такого расстояния вы уж точно не промахнетесь, когда будете выпускать. Вы можете один раз зарядить, а второй раз уже бросать туда, куда отойдет противник. Причем бросать с близкого расстояния. Вы же видите, что он вряд ли будет занимать ту же позицию, которую занимал прежде. Поэтому раздергали, раздергали, а потом врубили. Но это, повторяю, это боевой вариант. Боевой. Смертельный. Когда вам грозит смертельная опасность в гражданской позиции, ну, один раз локтем двинул, и все. Помните этот мерзавец Мерзаев? До сих пор его считают каким-то там атлетом, который что-то там выигрывает. Полный ублюдок, который в ночном клубе, опять в ночном клубе, убил молодого парня, который даже и не дрался с ним. Ну, что-то там какие-то реплики отпустил. Достаточно было подойти и там солнечное сплетение двинуть, и все. Нет, ему надо было бить обязательно в голову. Парень упал, затылком ударился и умер в больнице. И что, Мерзаев, причинение вреда по неосторожности, ну, как кулаком бил в голову, это он по неосторожно, но неосторожно бил в голову. Любой удар в голову может закончиться плачевно. Ну, тем более, что никакого сочувствия ни родственникам, ни сожаления содеянным у Мерзаева не было, и его поболтали там немножко в тюрьме, я думаю, что в очень комфортном состоянии, и выпустили снова на ринг, и он даже на телеканале Матч ТВ, который тоже обезьянкой возглавляется, выступает, дает интервью, там какие-то уроки, уроки убийства. Морально-нравственный аспект должен в системе боевых искусств, там, где присутствует интерес государства, совершенно четко обозначать обязанности тренера. Если тренер видит неадеквата психа перед собой, обезьяну, он должен выгнать, выгнать такого человека. Ответственность за убийство лежит на тренере, безусловно, не полностью, но частично лежит на тренере. Ну и на тренере Мерзаева, и на тренере этой вот обезьяны из Хабаровска, конечно же, и на родных, и близких тоже. Кого они воспитывали? Кого они воспитывали? Я думаю, так годик-два матушка с батюшкой должны в тюрьме просидеть за совершенные преступления. Субтитры создавал DimaTorzok